Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В прошлой передаче мы закончили изучение пятикнижья Моисея, и теперь мы приступаем к следующей книге Библии – книге Иисуса Новина. В древней еврейской рукописи на этой книге имеется надпись «Иегошуа». Так звали ее главного героя – Иисуса Новина. Это имя означает «Иегова спасет» или «Иегова есть спасение». Таким образом, уже в самом заглавии содержится указание на то, для чего Бог использовал Иисуса Новина. Бог действовал через него, чтобы спасти свой народ. Средство спасения или благословения Божьего должно было стать завоевание им Ханаана, земли, обещанной Израилю за несколько столетий до описываемых событий. В Ветхом Завете Иисус Новин является первой из 12 исторических книг. Такое деление соответствует Септуагинте, в которой все книги сгруппированы следующим образом. Вначале идет пятикнижье, затем следуют исторические книги от Иисуса Новина до книги Исфирь, после чего располагаются поэтические книги, к которым относится книга Иов, псалтырь, притчи, экклезиаст, песни-песни и, наконец, пророческие книги. Такое же деление и в русском синодальном переводе, и в большинстве переводов на другие языки. Однако в древнееврейском каноне те же книги были расположены несколько иначе. Они делились на три группы – закон, пророки и писание. К закону относили пятикнижье Моисея, пророки делились на старших пророков и пророков последнего времени. К старшим пророкам относили книги, начиная с Иисуса Новина и по четвертую книгу царств, включительно. А пророки последнего времени начинались с книги пророка Исаии. Причем книги Руфь, Исфирь, Ездры, Неемии, Первая и Вторая Паралипоминон, Плач Иеремии и книга Даниила относились в древнееврейском каноне к писаниям, куда входили еще и все поэтические книги. Таким образом, читая в Новом Завете выражение «закон» и «пророки», а также слово «писание», мы можем лучше представлять, о каких именно книгах идет речь. Возникает вопрос, почему в древнееврейском каноне книга Иисуса Новина относилась к пророческим? Здесь есть разные толкования этого факта. Одни богословы считают, что Иисус Новин был поставлен на должность пророка, другие видят причину в том, что исторические книги, которые по древнееврейскому канону относились к старшим пророкам, отражают те же принципы, что и проповедовали пророки. Естественно, предположить, что она содержит отчет о том, как осуществилось в истории Израиля обещание Господа передать землю ханаанскую евреям. Завоевание ханаана под предводительством Иисуса Новина имело свое оправдание в его завете с Авраамом. Бог, управляющий вселенной, поставил Авраама в центре осуществления своего плана, предопределив таким образом достичь каждого человека в нашем греховном мире. Бог пообещал Аврааму дать землю, умножить его потомство и благословить свой народ. В книге Иисуса Новина записано, как исполнялось обетование, данное патриархам, по мере того, как Израиль брал землю во владение. То обстоятельство, что впоследствии народ лишился этой земли, вовсе не говорит о том, что Бог не выполнил своего обещания. Все дело в том, что народ израильский воспринял Божье благословение как нечто, данное ему раз и навсегда, и отвернулся от Бога, впав, выдало поклонство. Бог предупреждал, что это произойдет, однако обещание владеть этой землей остается в силе. И, как свидетельствует Библия, исполнение этого обетования связано с покаянием Израиля и возвращением Мессии, Иисуса Христа. Об этом писали пророки народа израильского. А теперь давайте приступим к изучению книги Иисуса Новина вместе с доктором Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение книги Иисуса Новина. Мы с вами уже знаем, что книга Бытие повествует о том, как родился народ Израиля. Книга Исход о том, как он был избран Богом. В книге Чисел мы прочли о том, как Израиль был испытан. В книге Левит о том, как он был приближен к Богу кровью приносимых жертв. В книге Второзакония Израиль получал наставление. Что касается книги Иисуса Новина, то в ней мы узнаем о том, как Израиль будет сражаться и завоевывать свою землю. Книга Иисуса Новина рассказывает об искуплении и вхождении израильтян в землю обетованную. Ключевое слово этой книги – владение. Как мы помним, Бог передал народу Израиля землю по безусловному завету. В 8 стихе 17 главы книги Бытие мы читаем, как Бог сказал Аврааму. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». А вот владение землей зависело от определенных условий. В истории Израиля были войны и был плен. Израильтянам пришлось сражаться, чтобы завоевать свою землю. И в своем последнем обращении к народу, перед смертью, Иисус Новин сообщает им, что насколько долго они будут владеть этой землей, будет всецело зависеть от повиновения Слову Божьему. Теперь я скажу несколько слов об авторе этой книги Иисусе Новине. В Талмуде говорится, что Иисус Новин написал всю эту книгу за исключением последних пяти стихов, авторство которых приписывается Финеесу. Иисус Новин, преемник Моисея, был великим военачальником. Он родился в рабстве в Египте, и к началу исхода из Египта ему было уже 40 лет. В 80 лет он был назначен преемником Моисея, а в 110 лет он умер. Иисус Новин прославился еще во время скитания Израиля по пустыне. Когда на Израиль напала армия Амалика, именно Иисус Новин собрал войско, которое отразило натиск амаликитян. Иисус Новин был надежным помощником Моисея. Все, написанное о нем в Библии, свидетельствует, что он был верен Моисею и предан Богу. Укадес Варнии его вместе с еще одиннадцатью соглядатаями послали на разведку в землю Ханаанскую, и он был одним из тех двух, которые вернулись с обнадеживающим докладом, полностью уверенные, что Бог даст Израилю эту землю во владение. В само его имя Иисус означает «Иегова спасает». Иисус Новин был мужественным, благочестивым, верным, сильным и полным жизни человеком. И своим именем, и своей жизнью он олицетворяет Христа. Кто-то сказал, «Жизнь Иисуса Новина ярко показывает, что человек обычных способностей может стать настоящим лидером в церкви. Он был призван на служение не громовым голосом и огненными словами, начертанными на небесах, а пожилым человеком, который знал Бога, знал Иисуса, и который видел, что Бог приготовил Иисуса Новина к тому, чтобы возглавить Израиль». Книга Иисуса Новина имеет огромное практическое значение для сегодняшних верующих. Земля обетованная – это не символ рая, поскольку в раю нет места сражениям и завоеваниям. Рай даруется Божьей благодатью. Земля обетованная – это место, где верующие находятся сегодня, наша жизнь. Это наш мир. Книга Иисуса Новина перекликается с новозаветным посланием Кефесином, в котором мы узнаем, что верующие благословлены всеми духовными благословениями. Овладение этими благословениями проходит в духовной борьбе и сражениях. Эти благословения не получить усилиями и энергией плоти. Они становятся доступны только благодаря Духу Святому, через посвященность верующих на дело Божие. Следуя примеру книги Иисуса Новина, верующие смогут овладеть тем, что дает им Бог. В первых двенадцати главах книги повествуется о том, как народ Израиля входит в землю обетованную. В главах с тринадцатой по двадцать первую говорится о том, как была поделена земля. Завершается книга последним обращением Иисуса Новина к своему народу. Уже в первой главе мы увидим, что главной темой всей книги является владение или обладание тем, что получено свыше. Итак, давайте начнем изучение первой главы книги Иисуса Новина, которая рассказывает о назначении Иисуса на служение и о повелении, которое дал ему Бог. Глава открывается словами Господа, который лично повелевает Иисусу Новину на часть служения. Прочтем первый стих. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Новину, служителю Моисееву. Еврейский оригинал данного стиха Библии начинается с союза И, который соединяет книгу Иисуса Новина с последней главой книги Второзакония. Этот факт свидетельствует в пользу упомянутого нами ранее предположения, что 34 глава книги Второзакония была написана Иисусом Новином. Прочтем теперь второй стих. Здесь сказано «Моисей, раб мой, умер». Как мы уже убедились, Моисей не мог ввести народ Израиля в землю обетованную. Ведь Моисей был воплощением закона, а закон не спасает. Закон открывает и показывает грех, но спасти он не может и никогда не мог. Закон открывает нам наши недостатки. Моисей не мог более вести Израиль из-за своей греховности. Тоже и с нами. Закон показывает нам, что мы недостойны славы Божьей. Писание говорит «Моисей, раб мой, умер». Мы должны умереть для закона во Христе. И только тогда Спаситель Иисус Христос, современный Иисус Новин, может ввести нас в место покоя, которое Он нам приготовил. Итак, этот стих еще раз подтверждает, что земля была дана Израилю и что его владение этой территорией было безусловным. Мы знаем, что Бог обещал землю Аврааму и его потомкам. В книге Бытие Он несколько раз повторил свое обещание. А в книге Второзакония мы читаем, как Бог заключил с Израилем Палестинский завет, по которому земля отходила Израилю в вечное владение. Прочтем третий стих. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Итак, Бог дал землю Израилю, и теперь все зависит от того, как израильтяне сумеют овладеть этой землей. Земля, на которую они ступят, станет их собственностью. Мы же с вами, как сказано в третьем стихе первой главы послания к Ефесианам, благословлены всяким духовным благословением в небесах. К сожалению, очень немногие христиане овладевают благословениями, которые даны им от Бога. Хотя Бог дал Израилю землю обетованную, израильтяне так никогда и не овладели ею полностью. По сути дела, Израиль занял лишь очень малую часть этой земли. И многие христиане сегодня похожи на тот Израиль. Они также благословлены всеми духовными благословениями. И тем не менее, как бродяги, трагически умирают на пороге дома, не взяв благословений, принадлежащих им по праву. Книга Иисуса Новина расскажет нам о том, как же овладеть нашими благословениями. И поскольку нас ожидает битва, то, как говорится в 6 главе послания к Ефесиным, мы должны облечься во всеоружие Божие. Против нас сражается сильный и духовный враг. Вот как сказано об этом в 12 стихе 6 главы послания к Ефесиным. Потому что брань наша не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Итак, наш враг – это враг духовный. Мы должны облечься во всеоружие Божие. Однако не мы одержим победу. Ее одержит Господь Иисус Христос. Мы же получим то, что получил Израиль – избавление от горя и владение наследием. Всякая победа Израиля была, по сути, победой Бога. И если мы когда-либо завоюем победу, это будет Его победа. Верой мы войдем в чудесное владение. Читаем далее 4 стих. «От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хиттеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши». Бог дал Израилю более 700 тысяч квадратных километров земли. Они же взяли себе лишь десятую часть этого. Примерно такую же небольшую часть духовных благословений берут сегодня себе современные верующие. Прочтем 5 стих. «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Итак, Иисусу на вину, простому человеку, конечно же, нужна была помощь. И Бог чудесно поддерживает его, говоря, «Я не брошу тебя. Как я был с Моисеем, так буду и с тобой». Прочтем далее 6 и 7 стихи. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся от самых датим. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Как видите, Бог два раза повторяет «будь тверд и мужествен». А теперь давайте прочтем очень важные строки. Это 8 стих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. До Моисея, как известно, Писания еще не существовало. Бог говорил с Моисеем лицом к лицу. Моисей же записал все точно, как ему говорил Бог, и таким образом у Иисуса Новина и всего народа израильского к этому времени уже были первые пять книг Библии. В них Бог сказал все, что было необходимо израильтянам, чтобы войти в землю обетованную. Теперь они должны были внимательно читать эти книги, изучать их и в точности соблюдать написанные там заповеди. Прочтем далее 9 стих. Иисус Новин должен был взять Слово Божие в одну руку и меч в другую. Он должен был идти вперед с верой. Как видим, Бог снова призывает его быть твердым и мужественным. Друзья мои, мы, верующие, должны быть твердыми и мужественными, подобно Иисусу Новину. Мы должны верой овладевать тем, что нам принадлежит. И не забывайте, что мы находимся на вражеской территории. Прочтем далее 10 стих. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал. Итак, Иисус Новин стал во главе народа Израиля, потому что он был полон веры. Ведь он получил повеление от самого Бога. Бог заверил Моисея, что будет с ним. Когда Моисея вернулся в Египет после своего бегства в Мадиам, его одолевал страх. Но Бог сказал ему, как мы читаем в 12 стихе 4 главы книги Исход. «Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Когда Бог в трудное, в смутное время призывал на служение пророка Еремии, он сказал. «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Эти его слова мы находим в 19 стихе 1 главы книги пророка Иеремии. «Нам необходимы уверенность и мужество». Об этом мы читаем в 6 стихе 13 главы послания к евреям. «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Когда Давид в первый раз сказал эти слова в 6 стихе 117 псалма, он отвернулся разумом и душой от всего видимого, земного, и обратился к невидимому, небесному. А это значит, что он всецело вверил себя живому и истинному Богу. Давид признал духовную связь между собой и Господом. Душа его крепко сплела с Богом, так что он мог сказать, «Господь мой помощник». Давид знал, что Господь избавит его. Иисус Новин также верил Богу, и Бог поддержал его и призвал возглавить Израиль. Теперь Слово Божие должно постоянно быть при устах Иисуса Новина, а он должен помышлять о нем и исполнять его. Такова формула веры. Читаем далее 11 стих. «Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти, взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие». Израиль – безусловный владелец земли, но физически распоряжаться ею он может только при одном условии. Ключевое слово книги Иисуса Новина – не слово «победа». Победу одерживает Бог. Ключевое слово этой книги – владение. Израиль должен овладеть землей. Несколько позже, когда Израиль вошел в землю обетованную, он перестал получать манну с неба и стал есть прошлогодний хлеб этой земли. Хлеб этот они захватывали у врагов, и это был старый хлеб, потому что вырастить новое зерно у них еще не было возможности. Как вы помните, манну нужно было собирать каждый день, потому что хранить ее было нельзя. Пролежав один день, она становилась непригодной для еды. Поэтому народ Израиля должен был собирать манну каждое утро. И вот почему в 18 стихе 5 главы послания к Ефельсинам говорится, что мы должны исполняться Духом Святым. Ведь исполнение Духом Святым – это не единократное дело. Разве можно заправить машину бензином раз и навсегда, набрать полный бак и навсегда запаять его? Это было бы верхом самонадеянности. Однако многие христиане уверены, что им вполне достаточно одноразового общения с Богом, то есть одного единственного исполнения Святым Духом. Друзья мои, если вы хотите жить с Богом и для Бога, то вам нужно исполняться Духом Святым каждый день. Более того, поскольку состоящий из плоти человек насыщается пищей три раза в день, то совсем неплохо было бы и духовного человека питать также три раза в день. Мы все должны постоянно исполняться Святым Духом, сверяться с Ним и опираться на Него. Далее прочтем двенадцатый стих. «А колену Рувимову, Гадову и половине колена Монасина Иисус сказал…» Эти два с половиной колена, как мы знаем, не перешли через реку Иордан. Мы уже давно знаем об их отступничестве. Еще был жив Моисей, когда они остановились на восточном берегу реки Иордан и обратились с просьбой, которую мы читали в стихах с первого по пятый тридцать второй главы Книги Чисел. «У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаат есть место годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали Моисею и Елеазару священнику. Если мы нашли благоволение в глазах Твоих, отдай землю сью рабам Твоим во владение. Не переводи нас через Иордан». В этом и заключалась просьба этих двух с половиной колен. Они просили себе земли на другом берегу реки Иордан. Читаем стихи с тринадцатого по пятнадцатый. «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря, «Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите пред братьями вашими и помогайте им, доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас. Доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Иисус Новин напоминает, что Моисей разрешил им жить на восточном берегу реки Иордан при условии, что их войско поможет остальным коленам овладеть землей обетованной на западном берегу Иордана. И эти колена, как мы знаем, приняли такое условие. На этом мы закончим наше сегодняшнее повествование. Продолжение рассказа о завоевании Ханаана слушайте в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте «Радио Маяк». Расписание наших передач мы вышлим всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова